Ересь Хоруса Вархаммер 40 тысяч Грэм Макнил Луна Мендакс Покой Что же значило это слово? Насколько Локен мог помнить, он никогда не чувствовал ничего, что соответствовало бы понятию покоя. Пока во Вселенной был смысл, это слово служило ему талисманом, идеалом, к которому следовало стремиться, окончанием войны и исполнением задачи, ради которой создали его и его братьев. Он был одним из легионов Астартес, воином по рождению и призванию, созданным в генетических лабораториях императора, благодаря забытой алхимии и неведомой науке, воинам, знающим лишь убийство. Как он мог знать что-то о покое? Но здесь, в саду, Локен чувствовал нечто похожее. Теплый солнечный свет сиял в мерцающем синем небе, воссозданном на выгнутой внутренней поверхности купола, не настоящем, но все равно прекрасном. Фиктографические облака плыли на несуществующих ветрах. Птичьи трели доносились из искусно скрытых вокс-рупоров. Плитки из обтесанных ауслитовых глыб окружали квадратные мелкие бассейны. В этих скальных прудах росли лилии и другие прекрасные цветы, питаемые кристально чистой водой из труб, расходящихся от резервуаров медной башни. К воде тянулись папоротники и плакучие деревья, и что-то в их положении тревожило давно забытые воспоминания. Но Локену не хотелось об этом думать. Он шел через сад, наслаждаясь тишиной и запахом теплых живых существ. Вода текла по причудливо уложенным гладким камням и падала пенящимся водопадом в крошечное озеро, где сверкали золотистые рыбки. Изогнутая лестница вела его грядом грядок, на которых уже начали прорастать посаженные семена. Одетые лишь в дубленный комбинезон, где разъемы подключения брони закрывали пластиковые печати, да длинный серый хитон из простой ткани, Гарвель вооружился висящими на кожаном поясе садовыми инструментами. Локен шел тяжело, словно плакальщик на похоронах. Его широкие плечи опустились, будто на них давил целый мир. Предательство омрачило широкое и плоское лицо Гарвеля, и без того огрубевшее на войне. Но все равно он слабо улыбнулся, когда увидел зеленые побеги, пробивавшие себе путь из темной земли вверх, к свету. Локен, приученный не заботиться, а убивать, все же мог ценить чудеса жизни. Благодаря его труду, эта крошечная вселенная процветала. Гарвель прищурился, увидев, что в уголке грядки зеленеет мерзкий побег сорняка и сверкает тонкая паутина. Он снял с пояса совок, инструмент, который казался слишком маленьким, но использовался удивительно осторожно. Локен мог бы попросить дать ему более подходящие для рук постчеловека орудия. Но сейчас в кузницах медной башни не осталось места для садовых инструментов. А Гарвель, как и любой воин, привык обходиться тем, что имеет. Присевший в уголке Локен смахнул паутину, и тогда появились встревоженные арахниды. При виде них он вздрогнул. Многорукие существа разбудили искру воспоминаний. Жестокая война, тяжелые победы и славные времена, когда боги не сражались друг с другом. Как обычно, он не мог вспомнить, где же это видел. Почти поглотившее его наистване три безумия оставило шрамы, которые медленно исцелялись и напоминали о себе пронзительной болью. Пауки оскалили клыки и спрятались в подземное логово. А Локен почувствовал, как его сердца наполняет неистовый гнев. Он начал рыхлить землю, с корнем вырывая сорняки, стремясь выгнать пауков. Эта часть сада особенно заросла паразитическими растениями, которые высасывали из земли жизнь и душили посевы. Когда он нашел купол, все всходы уже увяли. Но благодаря заботе и вниманию Локена сад вырос вновь и стал прекрасней и сильнее, чем раньше. Казалось, что прошлый хранитель биокупола позволил ему разрастись, забыв об уходе и осторожной прополке. Лишь потом Локен узнал, что сестра Элиана давно погибла на Проспера, а обязанности ее не принял на себя никто. Понятное упущение. Сохранение существующего лишь для эстетических причин сада казалось лишним, а во времена войны нельзя было позволить себе ничего лишнего. Локен случайно увидел биокупол, потерянно глядя в бронестекло орбитального шаттла, летевшего обратно на Луну. Он был в молчаливых раздумьях с самого фиаско на Калибани и не разговаривал с экипажем безымянного корабля, который пробрался во владение темных ангелов, а затем ускользнул, словно вспугнутый вор. Полный провал терзал Гарвеля, думавшего о нем долгими темными ночами в мрачном сердце корабля. Он был воином, который отвернулся от войны, воином, лишившимся легиона. В глубинах отчаяния он даже думал, что сам теперь стал себе легионом, но Натаниэль Гарра открыл ему глаза. Он больше не сражался в одиночестве, но и не заботился о других воинах. Былое братство стало лишь призрачным воспоминанием. Он больше не мог ни с кем поболтать, как с Випусом или Таргадоном, и слышал лишь суровые оперативные доклады и мрачные разговоры о тайной войне. Войне, в которой он больше не хотел участвовать. Сидя в шаттле рядом с Яктоном Крузом, Локен чувствовал себя зажатым со всех сторон. Его беспокоило присутствие другого беглеца из легиона. Знающий о его тревоге Круз понимал, что Гарвеля лучше не беспокоить. Лишь когда шаттл залег на бок, пересекая залив чести, Локен увидел на краю моря спокойствия сверкающий алмаз. Он едва успел моргнуть, сохраняя лунные координаты, когда шаттл заложил вираж, заходя к цитадели Сомнус. И биокупол исчез. Построенная на краю болота сна, крепость сестер тишины поднималась из скалистой поверхности великой впадины. Высокую башню из меди и кристаллов покрывали бесчисленные посадочные доки, похожие на логово морских существ в Корале. Отсюда их размер было невозможно определить. Но Локен знал, что в каждом мог поместиться один из почти невидимых черных кораблей сестер. На всей Луне лишь поверхность болота сна была цвета обесцвеченной дубленой кожи, не похожей ни на дну из равнин или гор спутника Земли. Их ждал Дорн, уже осведомленный остропатами об исходе операции, примарх имперских кулаков все равно нашел между разрушением прекрасного дворца отца время лично выслушать мрачные новости Скалибана. Локен видел в лорде Дорне надежду, что несовершенная передача упустила тонкую деталь в докладе Круза. Знак, что воинов льва Скалибана можно было сплотить под знаменем императора. Дорн вернулся на Терру, несолоно хлебавши, чем вынужденный разочаровать его Локен был страшно огорчен. Локен помнил, как впервые увидел Рога Ладорна, разговаривавшего с магистром войны. Тогда он казался титаном, полубогом, равным доблестью и силой самому гору, что воину лунных волков было трудно признать. Облаченный в позолоченный доспех и словно высеченный из сердца горы примарх заставил Локена почувствовать себя, прижатым к столу муравьем, изучаемым существом, которое за одно мгновение узнало о нем все. Полубогом Дорн и остался, но теперь он казался Локену. Меньшим, словно тяжкое бремя все сильнее давило на его плечи с каждым мгновением. Обычного человека бы должность претарианца Терры уже закрушила, словно вода, способная за миллионы лет расколоть гору. А что будет, когда сломается воин, такой как Дорн? Но этот доклад был легче первого. Гарвель пришел в цитадель Сомну с жалким, сломленным безумцем, выкопанным Натаниэлем Гарра из развалин на Истване 3. Теперь Локен понимал, что во время допроса был ближе к смерти, чем когда-либо в своей жизни. Хотя желавшие убить его пришли не с клинками, болтерами и орбитальной бомбардировкой. Их оружием стали сомнения, подозрения, страхи. Можно ли было ему доверять? Как мог кто-то, даже космодесантник, пережить то же, что и он? Могли ли враги оставить его в развалинах? Был ли Гарвель Локен тикающей бомбой, которая внедрится в имперские войска и принесет в грядущие дни неописуемые разрушения? Никто не знал наверняка, но на его стороне выступили могущественные люди Гарра, Малкадор и, как подозревал Локен, сам Лорд Дорн. Другие же, чьи имена он так и не узнал, называли его угрозой, потенциальным шпионом или того хуже. Последовали долгие дни, полные боли и страданий, которым подвергали его тело и разум, стремясь найти ответы. И даже его выживание не убедило всех, хотя никто и не нашел ничего достаточно предосудительного, чтобы пойти против воли регента Терры и золотого претарианца императора. Задание на колебание было назначено Лордом Дорном и стало его чем? Покаянием, испытанием верности. На каждом этапе операции он чувствовал, что к его затылку словно приставили пистолет. Он знал, как это может знать лишь прирожденный воин, что в случае измены его палачом станет Круз. После доклада Дорну и бесчисленным безликим чиновником Локен взял ржавый грузовоз пять и полетел по заснятым координатам по поверхности Луны мимо древних развалин первых колоний на спутнике Терры и места отмеченного орлиным знаменем, знаменем великих достижений былых времен. Первым сюрпризом для Локена стало то, что купол еще работал, вторым стала процветающая в нем жизнь. Сад разросся так, что порядок ему можно было вернуть лишь после очищения клинком и огнем. Но Локена успокаивал мерцающий свет коротящей энтропии. Над головой сверкало синее небо, иногда открывался свет звезд и проблески окованного железом мира. Разросшиеся до огромных размеров кусты напоминали ему о знакомом мире, где небо бушевало, а на земле росли густые острые побеги странных растений. Мири, чье название обещало жестокую смерть. Мири, чье название он никак не мог вспомнить. Локен решил вернуть саду былое величие. Убивай ради живых и в отмщение за мертвых. Такими были его слова, по которым он когда-то жил. Гарвилю казалось, что он даже принес клятву. Он помнил это мгновение словно со стороны, хотя и не понимал, как такое возможно. Было ли это на самом деле, или являлось призрачным псевдовоспоминанием? При мысли об этом мгновении ему вспомнилось имя Киилер, но в нем больше не было смысла. Был ли это человек или место? Локен больше не знал этого, да и не задумывался. Бывший убийца стал стражем живых существ. Из темной земли ползли пауки, и Локен давил их. Некоторые умные прятались от света и закапывались глубже, но удары совка лишили их укрытий и убивали. Под поверхностью будут гнезда, так что ему придется раздавить их яйца. Лишь полное истребление навсегда уничтожит заразу, иначе ее будет не остановить. Ты знаешь, что если убьешь всех пауков, то их работа достанется тебе? Над озером разнесся незнакомый голос. Стревоженный Локен огляделся. Говоривший стоял в 30 метрах на склоне в тени плакучих деревьев, но расстояние не делало его сильный голос тише. С чего вдруг? Незнакомец вышел из тени и присел на краю озера. И тогда Локен заметил, что перед ним легионер, но не узнал его. В эти дни большинство лиц сливались воедино, были лишь бессмысленным, неразличимым набором черт. Гарвиль научил себя ассоциативным приемом, позволявшим вспоминать важных в его ограниченной жизни людей, но этот воин не напоминал никого. Но все же в нем было что-то безумно знакомое. Встроенная в купол энтоптика вспыхнула, и в черной поверхности пруда замерцало идеально круглое отражение Терры. При виде планеты Локен ощутил, как слабеет раздражение, вызванное вторжением в его купол. Ему вспомнилось прекрасное мгновение, которое никогда не повторится вновь. «Пауки убивают тлей и других вредителей, пожирающих растения», сказал человек, бросив по воде плоский камень, и широко улыбнулся, когда тот врезался в скалу на другой стороне. Отражение в воде раскололось на проблеске тусклого света. «Тебе может не нравиться их внешний вид, они все-таки некрасивы, но пауки сражаются за тебя даже тогда, когда ты этого не видишь». Человек говорил сдержанно, но Локен видел его опасную суть, хотя, что странно, не чувствовал угрозы. «Я тебя знаю», спросил Гарвиль, поднимаясь с колен и отряхивая их от грязи. «Ты не узнаешь меня?» «Может, тебе стоит подойти поближе?» задумчиво ответил Локен. «Думаю, что мы уже достаточно близки», ответил гость, идя вдоль пруда. Он склонился за новым камушком и повертел в руках. Удовлетворившись находкой, легионер бросил ее по воде к Локену. Камень скакал и подпрыгивал, а затем ударился об скалу и взлетел в воздух. Локен протянул руку, но камень ударил его по ладони и отскочил прежде, чем пальцы сомкнулись. Боль была мимолетной, однако Гарвиля поразило, каким же неловким он стал. На коже проступил темный багровый синяк. «Ты был быстрее!» «Я много чем был!» «Да, это так!» кивнул гость. «Ты знаешь меня, но так и не сказал мне, кто ты. Если ты очередной советник Малкадора, то можешь повернуться и уйти. Я отправился на Калибан, потому что был должен лорду Дорну, но у меня нет времени на полуправду и уловки. Я больше не хочу быть частью замыслов в интригах Сигелита, так что он может перестать слать за мной своих лакеев. Хотя, наверное, я должен быть благодарен, что на этот раз он послал легионера. «Он хочет, чтобы смертные поняли разум легионера?» Незнакомец встряхнул головой. Его явно развеселила такая идея. «Значит, они действительно нас не понимают, а? Но не беспокойся, я не зову тебя никуда, и я не советник, но могу поделиться своей боевой мудростью, болтерными остротами, если угодно». Явно развеселенный игрой слов, человек засмеялся, хотя Локина начали утомлять его уклончивые ответы. Он повесился в окна пояс и пошел к ступеням, чтобы подняться на водопад. «Уже уходишь?» спросил незнакомец, шедший по соседней дорожке. «Если ты даже не сказал мне свое имя, то какой смысл продолжать разговор? А так ли уж важно мое имя?» Локин остановился у самых ступеней. Он чувствовал, что должен знать имя этого человека, что ему важно его знать, что от этого откровения зависит очень многое. «Как я могу доверять тебе, если не знаю твоего имени?» «Ты знаешь, зачем мне его повторять?» «Не знаю», рявкнул Локин, сжимая кулаки. «Он был безоружен, но легионерам и не нужно было оружие, когда приходило время убивать. узнать?» «Знаешь, ты просто его забыл. Тогда я забыл его не зря. Нет, зря. Это был единственный способ выжить наистово-не-три. Но ты больше не наистово-не-три. Магистр войны пытался убить нас, но не смог. Ну не всех». Снова сверкнула энтоптика. Откуда-то с купола посыпались искры. Они падали в воду, исчезая на лету. И когда потолок стал прозрачным, то на поверхности озера вновь появилось отражение терры. «Ты был наистово-не-три?» спросил Локен, когда незнакомец вышел на свет. И холодная рука сжала его сердце, когда незнакомые черты приняли облик брата из прошлой жизни. «Я все еще там», сказал Тарик Таргадон. Двух сидящих на утесе над озером братьев разделяла зияющая пропасть горя и смерти. Но Локену казалось, что последний раз они говорили совсем недавно. Таргадон опирался на стоячий, увенчанный аркой полумесяцем камень, и теребил торчащую из хитона нитку, которая вытягивалась все дальше. «Как ты здесь оказался?» «Ты мне скажи», пожал плечами Таргадон. «Я видел, видел, как ты умер. Маленький гор убил тебя». «Да, наверное», сказал Таргадон, потянув воротник и проведя по шее рукой. Он слезнул кровь с красных пальцев. Могло быть и хуже. От такого абсурдного замечания Локену хотелось смеяться. «Как? Как могло быть хуже?» «Ну, я же здесь, так, и говорю с тобой. И как это возможно? Мертвые не восстают из могил». «Ну, я припоминаю кое-что на луне давено», усмехнулся Таргадон. «Да, а еще я помню, как вытаскивал твой унылый зад из болота, куда тебя утащила горстка мертвецов. Вот видишь, в наши дни смерть больше не преграда». «Прекрати!» «Я не знаю, что взбесило умерших от чумы. Патоген, может быть, мозговой паразит». «Да ладно, Гарви, ты же и сам в это не веришь. Ты опять начитал со старых книг Зиндермана, а?» «Может быть», вздохнул Локен. «Но я знаю, что люди с отрубленными головами не встают и не начинают разговаривать со старыми друзьями». «Да, это загадка», согласился Тарик. Локен потянулся к Таргадону. И схваченная им рука казалась такой же целой и невредимой, как его. Он чувствовал грубую ткань мешковатой одежды, скрытые под ней стальные мускулы. Когда Гарвель отвел руку, то увидел на ней черный пепел и вытер об траву. «Я все еще на Истване три? Я тоже умер? Гара убил меня? Или я остался один? Остался Цербером?» «Цербером?» «Боевое имя, которое я себе взял?» Локен в замешательстве встряхнул головой. «Страж преисподний», сказал Таргадон. «Думаю, что оно вполне подойдет». «Я думал, что ты это знаешь». «Я знаю лишь то, что знаешь ты, а твоя память, скажем так, расколота». К Локену пришло понимание. «Так значит, ты часть моего воображения, воспоминания, всплывшая в поврежденном разуме?» «Возможно, такие чистосердечные люди, как ты, любят терзать себя». «Терзать?» Таргадон кивнул и склонился вперед. Локен ощутил гнилую кровь брата, удушливую пыль расколотых домов, химическую вонь, взрывчатки и запах горелого металла. Он задохнулся, вспоминая, как очнулся под тысячами тонн обломков и поразился, осознав, что он еще жив. «Зачем еще ты бы стал думать обо мне?» спросил Таргадон, заглядывая ему прямо в душу. «Ты позволил мне умереть. Ты видел, как Оксимант отрубил мне голову и не остановил его. Он убил твоего ближайшего боевого брата, а ты не выследил его за это и не убил, как ты можешь называть себя моим другом, покажив этот вероломный ублюдок?» Локен тяжело поднялся и подошел к краю водопада, глядя на падающую с сорокаметровой высоты воду. Падение могло бы и не убить, но скалы, выглядящие словно острые клыки всплывшего левиафана, точно переломают кости. Сколько он будет лежать, прежде чем его найдут? Достаточно долго, чтобы истечь кровью, достаточно долго, чтобы умереть. Я хотел выследить их всех, хотел убить их всех до единого, наконец, заговорил он, но я не мог покинуть иствам, меня окружали мертвецы, я остался один на мире смерти, и мертвецы восстали. Я потерял счет времени, продолжал Локен, словно не слыша Таргадона. Я был так поглощен желанием убивать, что забыл, кого я должен убить. А затем пришел Гарра и вернул тебя. Локен кивнул. Он убедил меня, что у меня еще есть долг, но я не создан для такого боя. Я не могу сражаться в тенях, Тарик, если мы победим магистра войны, то должны сделать это открыто. Все должны увидеть его поражение и узнать о нем. Таргадон поднялся и поправил одежду. Нитка все еще свисала с рукава. Ты сказал, если мы победим, ты думаешь, что это невозможно? Тарик, ты был лунным волком, сказал Локен, проводя рукой по лицу и почувствовал, как его переполняет страшная усталость. Как и я, ты знаешь, что он самый опасный человек в галактике. Есть причина, по которой магистром войны сделали Гора, а не кого-то другого. Он лучший в своем деле, а дело его убивать врагов. Это значит, что мы не должны сражаться с ним. Нет, конечно, ему нужно противостоять, покачал головой Локен. Только не тебе? Что ты имеешь в виду? Таргадон не обратил на вопрос внимания и развел руками, словно желая схватить весь сад. Гарви, ты создал здесь чудо, все так же, как я помню. Что? Ты действительно не видишь? Тарик склонил голову на бок. И недоуменно посмотрел на него. Не вижу что, проворчал Локен, уставший от постоянных уверток. Это место, ты не узнаешь, что ты здесь построил? Нет. 63 19. Таргадон словно выманивал воспоминания, как выманивал бы робкое животное из укрытия, мягкими словами и обещанием пищи. Локен посмотрел на сад, словно увидев его впервые. Квадратные мелкие пруды, окруженные мощенными тропинками, полокучие деревья и яркие цветы, собранные на краю прудов. Воспоминания вернулись, и Гарвиль охнул. С такой силой они ворвались в разбитые синапсы его разума. Когда он пришел сюда, ничего этого не было. Закрытый биокупол зарос перепутавшимися растениями, для очищения которых потребовалась бы команда огнеметчиков или разрушителей. Но Локен восстановил купол, вырубил заросли и выбросил их наружу. Днями трудясь в боевом доспехе, Гарвиль бился в безнадежной схватке против бурно разросшихся сорняков и ползучих кустарников, и он вернул сад к жизни. Затем при помощи бурового станка он вырубил в море спокойствия огромные плоские камни и притащил их внутрь, чтобы сложить вокруг выкопанных прудов тропинки. Он создал все, что теперь существовало в куполе, и теперь видел и понимал, почему каждая деталь казалась пугающе знакомой. На глазах Локена проступили слезы. Водный сад. Здесь я принес клятву Марнивале. Ты помнишь, в чем клятва? спросил Таргадон, положив на плечо Локена руку. Служить императору превыше всех примархов, защищать истину империума человечества, какое бы зло не грозило ему. Стойко стоять против врагов, как внешних, так и внутренних. Я помню, прошептал Локен. Ты поклялся быть верным Марнивалю до конца своей жизни. Марниваля больше нет. Об этом позаботились Эзетиль Эзетиль Аксиман. Ну, значит, идеалом Марниваля. Тогда я в последний раз чувствовал, что мы на грани чего-то невероятного. Да, так и было. И теперь ты понимаешь, почему не можешь здесь оставаться. В разуме Локена вспыхнули воспоминания обо всем. Что случилось потом? Война на убийцы, ошибочное кровопролитие на родине Интерексов. Ужас Давина, резня аурейской технократии и последнее чудовищное предательство на Истване 3. Он помнил все. Он всегда помнил, но нашел способ скрыть память в глубинах разума. Сокрушенный приливом воспоминаний Гарвиль упал на колени. Я помню все, прошептал он. Я не хочу этого. Я пытался забыть, но не могу. Это как мертвое существо на дне моря. Даже если их придавить якорями или булыжниками, со временем преграды рухнут, и они всплывут. И тогда мы увидим то, о чем так долго не догадывались. Локен посмотрел на протянувшего ему руку Таргадона. Гарви, ты слишком долго прятался и обманывал себя. Пришло время вернуться к войне. Где бы тебя не ждали сражения, в тенях или при свете дня, сейчас у Империума везде враги. Нам предстоит опуститься до самого дна и увидеть, как там темно. Поверь мне, там будет действительно темно. Локен взял руку Тарика и дал ему поднять себя на ноги. Я же говорил тебе, что я не создан для таких битв. Ты создан для любых битв. Ты знаешь это и не думаешь, что Империум должен лишь защищаться. Ты лунный волк и нет ничего опаснее загнанного волка. Так ты думаешь, что мы загнаны в угол? Ладно, может это было не лучшее сравнение, усмехнулся Таргадон. Но ты меня понимаешь. Сильные враги знают, когда ты слаб. Тогда они чувствуют голод и приходят за тобой. Так как тебе нужно поступить? Не дать ему знать о своей слабости? Или лучше не быть слабым, быть сильным? Я помню, что магистр войны сказал прежде, чем все, как ты знаешь, скатилась в дерьмо. Он сказал, что человек может контролировать лишь свои действия, а не их последствия. Контролируй свои действия, Гарви. Помни, что в самые тяжелые времена ты можешь делать лишь то, что считаешь правильным. Локен услышал, как на дальней стороне купола лязгнул воздушный шлюз. Мне пора идти, сказал Таргадон, протягивая руку. Гарвиль посмотрел на него, но руки не пожал. Ты действительно здесь, или это мой разум убеждает меня в том, как мне следует поступить? Я не знаю, признался Таргадон. Любое объяснение звучит невероятно. Да и откуда мне знать? Мне голову отрубили. Тарик, не шути, не сейчас. Гарви, я не знаю, что тебе ответить, сказал Тарик, внезапно ставший серьезным. И это преображение лишь еще больше встревожило Локена. У меня нет завязанного в узелок прекрасного объяснения с вишенкой. Хотя я чувствую себя настоящим. Мне кажется, что после смерти со мной произошло нечто ужасное. После смерти что может быть хуже? Не знаю, но думаю, что только ты сможешь это исправить. Локен слышал шаги. Резкий стук баронированных сапог говорил, что приближается другой легионер. Он оглянулся на тропу, увидел на плитках высокую, широкую тень и закрыл глаза. Он хотел, чтобы это было лишь сном, но знал, что это правда. Правда слишком ужасная, чтобы ее забыть. Когда он открыл глаза, то Таргадон исчез, словно его и не было. Локен выдохнул воздух, который словно вечность был заперт в его груди. И навстречу ему вышел воин в стального цвета доспехах, без символики легиона. Ектон Круз, воин, когда-то известный среди лунных волков, как вполуха, а теперь ставший одним из странствующих рыцарей Малкадора, уважительно кивнул Локену и поднял руку в знак приветствия. Круз, что привело тебя сюда? Тебя вызвали, и на сей раз пора дать ответ. Кто вызвал меня? Малкадор, ответил Круз так, словно это не мог быть никто другой. Тогда я приду. Придешь? Ответ явно удивил Ектона. Да. Локен склонился к краю водопада, чтобы поднять камень. Дай мне минутку. Он бросил камень через озеро и довольно улыбнулся, видя, как он падает и взлетает, а затем отскакивает обратно в центр пруда, в отражение драгоценной третьей планеты Солнечной системы. Круз с любопытством наблюдал за полетом камня. Что это было? Спросил он. Таргадон и я играли так на берегу водного сада. У него никогда не получалось, а я всегда мог забросить камни дальше прочих. Круз кивнул, явно не понимая, о чем говорит брат. А что у тебя на ладони? Спросил в полуха. Локен посмотрел на свою руку и улыбнулся, видя, что желтеющий синяк принимает вид горбатой луны. Напоминание. Напоминание о чем? О том, что мне предстоит сделать, ответил Гарвиль Локен. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова